Легко ли найти работу по своей специальности и с достойной зарплатой? Всевозможные интернет-сайты и газеты завалены объявлениями о трудоустройстве. Но соответствуют ли действительности предложения? Ярмарка вакансий как способ быстро, а главное, точно и на месте узнать во всех подробностях об интересующей информации. Основная цель, с которой мы здесь находимся, одна из основных, это привлечь... Слабо обеспеченные, слабо защищенные социально свои населения, то есть молодежь, пожилые люди. И главное это инициативность, добросовестность, желание работать. Потому что без этого движение вперед быть не может. В поисках достойного заработка на межаионную ярмарку приехали жители и работодатели Ломоносовского, Молосовского, Исландцевского районов. Среди посетителей оказалось немало тех, кто впервые решил попытать счастье на подобном мероприятии. Я хотела найти вакансию по образованию, чтобы подтвердить свой диплом экономиста. Но пока мне здесь ничего не предоставили, сказали после Нового года. Я считаю, что лучше с глазу на глаз, чем я бумажку отправила, я не знаю вообще. Посмотрели ее, не посмотрели, а так мне посмотрели в глаза и сказали. Вообще у меня высшее образование, связь с общественностью, хочется что-то такое более приличное. Здесь проще, здесь можно задать вопросы интересующие, сразу получить на них ответы. А в интернете висит объявление и непонятно даже. Сегодня в Кингисепском районе самый низкий уровень безработицы. На учете в службе занятости населения состоят чуть более 200 человек. Вакансий же более полутора тысяч. Есть из чего выбрать. Мы в центре занятости у себя имеем банки вакансий. У нас установлены по району три терминала, где эти вакансии находятся и постоянно обновляются. Это наш центр занятости на Восточной 6Б, это Ивангородское подразделение на Гагарии на 10Б, это наш Кингисепский автовокзал. С каждым годом требования у граждан к будущей профессии растут, впрочем, как и у работодателей к сотрудникам. Главными же критериями всегда остаются профессионализм, ответственность и желание повышать свою квалификацию. От этого напрямую зависит и размер заработной платы. О чем претенденты на вакантное место задумываются в первую очередь. Павел Стороненков, Валентин Соколов, Кингисепское телевидение, ЕМТВ.